Моя фамилия Елисеев Олег Викторович, я являюсь адвокатом Парпового Петра Ивановича, который обвиняется на данный момент в государственной измене. Последний раз я видел его 10 марта 2015 года, во вторник. Я приехал к нему с обычным рабочим визитом, я его посещаю каждую неделю. У нас есть такая договоренность, что о любом, даже самом маленьком, самом незначительном ухудшении здоровья, он обязан сообщить с тем, кто к нему приходит. Независимо от того, это прокурор, члены ОНК, а также сами врачи СИЗО. Вот по одной из этих жалоб он был вывезен уже во вторую или в третью городскую больницу города Краснодара, где, собственно, ему врач поставил диагноз паховая грыжа, операбельная, и назначил операцию. Но день этой операции, разумеется, не сообщили ни мне, ни самому Парповому, что это будет, когда это будет, я не знаю. Но операция была назначена как плановая. После назначения данной операции состояние здоровья моего подсочитного начало ухудшаться все больше и больше, у него получаются новые проблемы со здоровьем, уже ему были выписаны антибиотики, поскольку начинается какое-то воспаление. Но по какой-то причине наши доблестные правозащитники, члены ОНК, это не зафиксировали. Почему он не знает, да, даже на данный момент, потому что он сидит там уже свыше года, то есть срок содержания подстражи его в любом случае продлят. Продлить срок содержания лица свыше года возможно только в одном единственном случае. Если появятся какие-то исключительные обстоятельства, которые позволят его удерживать дальше подстражи. Если бы был на самом деле объективный акт ОНК, он мог бы послужить причиной освобождения паркового, в том числе под подписку о невыезде, что вряд ли, или хотя бы под домашний арест. Он был бы прооперирован и лежал бы дома. Да, безусловно, к нему была бы представлена охрана, но по крайней мере он находился бы дома, потому что, напомни, возраст 60 лет, он сердечник, кроме того, операция достаточно тяжелого в возрасте. Мы писали жалобы, мы писали жалобы и на Лубянку, на следователя, о том, что не оказывается никакой помощи, о том, что не проводится никаких хирургических и медицинских операций на самом господине паркового, потому что у него комплекс заболеваний сейчас состоит из 11 пунктов. Некоторые из них относятся к категории тяжелых. Кроме того, он пояснил, мы привезли ему таблетки с дочерью паркового. Большой пакет, как обычно, который мы возим раз в два месяца, которые ему нужны. Но брать их у нас отказались, мотивировав это тем, что не могут найти заявление паркового. Хотя сам паркового это заявление писал, писал его при мне, и кроме самого перечня необходимых медикаментов написал также о том, что у него болит, что также необходимо было бы врачу для проверки всех этих проводов. Но, а где эти письма? Само заявление его? Само заявление? Утеряно, как обычно. У нас все почему-то теряется. А следственные действия вообще проходят в вашем присутствии? Как много, как часто они проводятся? Следственные действия проходили в моем присутствии достаточно давно. У нас был назначен ряд следственных действий, но пока они у нас не проводятся. Кроме того, по моему заявлению должен был составиться дополнительный допрос моего подзащитного, но он был прерван по причине гипертонического криза. Моего подзащитного был припровожден в камеру, после чего, к сожалению, возобновлений не было. Но за вот этот год, который он содержится в СИЗО, сколько всего было следственных действий? Сейчас я вам скажу. Два следственных действия. И то они были только назначены, повторюсь. Всего за весь год? За этот, 2015 год. Всего за весь год. Сейчас я вам пересчитаю по пальцам. Раз, два, четыре. Четыре? За весь год, четыре. Мы уже тоже обращались и обжаловали детских следователей в суд, потому что до сих пор нам не было представлено списка того, что, собственно, сказал наш парковник, что, собственно, он разгласил. То есть, от чего его защищать, как его защищать, мы только догадываемся на данный момент. Ну, то есть человек просто сидит. Просто сидит. Просто, к сожалению. И даже не знает, за что. Да. Свидетели есть по этому делу? Мне о них неизвестно. Неизвестно? Неизвестно. Свидетели защиты есть. Я сейчас просто не буду об этом говорить. Защиты? А обвинения? Мне о них неизвестно. Если бы они были, я думаю, что они были бы допрошены. Возможно, были бы проведены какие-то очные ставки, возможно, со свидетелями. Ничего этого не было? Нет. Скажите, пожалуйста, вот все-таки дело очень сложное, резонансное, да? Вы вообще за свою жизнь и здоровье не опасаетесь? Вы знаете, делались мне некоторые уже даже намеки со стороны следствия о том, что посадят, о том, что все будет плохо и так далее. Моего подзащитного тоже уже без меня пытались вызывать. То есть вас посадят? Конечно. Не только вашего подзащитного, но и даже вас? Да, как сказал мне сам следователь, за систематический сбор секретных сведений. Что он под этим подразумевал, я на данный момент не знаю, затрудняюсь ответить. Но вместе с тем мне так было сказано. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!